Статистика говорит, что в России только одна из трёх зарегистрированных фирм добивается успеха. В жёстких условиях нашего рынка выживают те, кто учится на чужих ошибках и следует чёткому расчёту, основанному на моделях и опыте предшественника. Но мы познакомим вас с теми, кто превратил хобби, а порой и мечту, в дело своей жизни. Их бизнес не имеет аналогов. То, что они делают, не укладывается в схемы. Результат практически никогда не повторяется. Но, несмотря на это, они смогли добиться успеха. Их дело стало смыслом их жизни. Их секрет – ручная работа. Только представьте, ежегодно в мире потребляется 13 миллионов тонн пасты. Лидерами по потреблению этого вкусного блюда, конечно же, остаются итальянцы. Они съедают примерно 26 килограммов в год на человека. На втором месте – американцы. И на третьем месте – мы, россияне. Мой сегодняшний герой решил заняться производством пасты на итальянский манер в России. И мне, как бизнес-тренеру, крайне интересно знать, можно ли в нашей стране заработать на макаронах. Давайте разбираться. Олег Гнусаев. 49 лет. Предприниматель. Выпускник Московского высшего командного училища дорожных и инженерных войск. Ныне основатель компании, производителя пасты по оригинальным рецептам. Приветствую, Олег. Здравствуйте. Я готов и руками, и транспортом помочь для того, чтобы узнать формулу секрета твоего бизнеса. Добро пожаловать. Вы можете узнать, как готовится свежая паста ручной работы. Окей. Сделаем это? Да. Пойдем. Паста плюс сальса – это производственный цех, где делают пасту ручной работы и небольшое кафе при этом производстве. Изготавливают продукцию на уникальных итальянских станках, существующих в России в единственном экземпляре. Готовую пасту поставляют в рестораны Москвы, на спортивные базы и к столу олимпийских чемпионов и звезд шоу-бизнеса. Я смотрю, что вы не стали ограничиваться каким-то одним сортом, или как это правильно называется, у производителей пасты. У вас достаточно широкий выбор. Расскажите, почему они разных цветов? Что внутри? Они отличаются добавлением свекольного сока и сухого красного вина, натурального шпината, натуральных томатов, розмарина, чернила черной каракатицы и острого перца. Вы знаете, я с удовольствием приму участие во всех процессах, которые пустите. Давайте будем готовить, например, томатную пасту. Хорошо. Я обожаю помидоры, так что вперед на кухню. Санитарные нормы, действующие в ресторанах и на пищевых производствах, определяются главным санитарным врачом Российской Федерации. Причем касаются они не только внешнего вида сотрудников, но даже определяют сторону света, на которую должен смотреть производственный цех. Примитивные машины для производства пасты появились в Неаполе еще в начале 17 века. До этого тесто месили ногами. Первый же механический станок с водяным приводом был изобретен лишь в 1833 году инженером Чезаре Спадачини. Это сделало макароны более дешевыми и доступными. Позже механизация сушки позволила еще и хранить их намного дольше. Однако сухая паста сильно потеряла во вкусе, и настоящие знатоки предпочитают свежую, которую по-прежнему делают на станках старинной конструкции. С чего начнем? С замешивания муки начнем. Я смотрю, что вес имеет значение. Обязательно. Засыпем сюда 2 килограмма муки. Может быть, давайте 3. Отлично. И сейчас все будут в этой муке. В станок, в зависимости от того, какую пасту хотят получить на выходе, могут отправляться помимо муки и воды, яйца, томаты, вино, шпинат и другие ингредиенты. Пока это еще не похоже на пасту. Да, это будущая паста. Похоже на детский пластилин. А теперь вращаем ручкой на 2 оборота. И вот они появляются, первые слои свежей пасты. Ого! Похоже на кусок кожи. Да, бойлок такой. Теперь это похоже на ковер. На коврик. И еще раз. История, скажем так, получения права на изготовление этой пасты, она сколько времени заняла? Около года. Около года. Если как рекомендация, вот кто-то другой захочет повторить, грубо говоря, этот подвиг, то с чего нужно начинать? С учебы. С учебы. Я понял. Хорошо. Что делаем дальше? И тут в процесс неожиданно включилась математика. Мы сейчас замерим ширину этого листа, разделим на три части. Это получается 14,3. 14,3. Замеряем наверху. Берем ножик и делаем насечку. Раз. Теперь внизу 14,3. А зачем такая точность? Для того, чтобы получились листы нового веса. Все. Отлично. Вот у нас три заготовки для того, чтобы мы приготовили из этих листов уже пасту. Задача вот эту заготовку раскатать на этом маленьком станке вручную. Сколько метров сейчас получится? Примерно. Два точно. Теперь по этим меткам мы будем нарезать листы с средним весом где-то 110 граммов. Вот это вот. То есть вы с помощью расстояния вычислили вес? Да. Интересно, в физике такое возможно? А мы можем сейчас это проверить на весах. Нет, нет, я верю. Кто бы мог подумать, что даже в производстве пасты инженерное образование является важным конкурентным преимуществом. Знаешь, люди, которые расписывают тарелки, иногда оставляют с обратной стороны отпечаток своего пальца. Ну, тем самым подтверждая, что это действительно сделано руками. И это такая личная подпись. Так и здесь можно тоже самое сделать. Дальше мы перекладываем в эту ванную с мукой и начинаем обсыпать ее рисовой мукой для того, чтобы она не слипалась. Работа ручная, ювелирная, тонкая. Я буквально кончиками пальцев чувствую пластичность и качество этого теста. Что делаем дальше? Теперь мы включаем станок и выбираем ножик. В чем разница? Разница во времени приготовления. Широкая паста больше подходит для сливочных соусов, а узкая паста больше подходит для овощных соусов. Будут овощные соусы. Так, я пробую, внимание. Да. Как в банкомат. И переходим туда. Могу им ее. Я не знаю, что нужно сделать дальше. Я вам сейчас покажу. Вот такой необычный у меня получился комочек пасты. Давайте. Делаем. Вот я ее здесь получаю. Беру на палец, накручиваю. И получается вот такая вот косичка. Еще один тренд, который потребовал нескольких месяцев поиска необходимого сырья, это безглютеновая паста. Усилия не пропали даром, и теперь эта паста пользуется особым спросом не только у обычных потребителей, но и у звезд кино и эстрады. Их меню утверждают строгие диетологи, которые должны убедиться, что их клиенты получают качественный продукт. Здесь живет безглютеновая паста. Где? Да, вот здесь находится свежая паста, приготовленная из амарантовой муки без содержания глютена. Эта паста стоит дороже, чем обычная? Да, эта паста дороже, потому что сырье дороже и время приготовления. Вот вообще сейчас спрос на ЗОЖ, он как-то меняет направление бизнеса? Нет, действительно спрос растет, я это замечаю каждый месяц. Клиенты у Олега крайне взыскательные. Так, например, спортивные клубы, куда поставляют пасту, предъявляют очень высокие требования к продукции, порой даже строже, чем в розничных магазинах. Ведь еда проходит не одну проверку. От повара и менеджмента спортклуба до контролирующих органов типа Роспотребнадзора. В один из спортклубов, с которым Олег планирует сотрудничать, мы сейчас и едем, чтобы представить продукцию. Я знаю, что есть спортсмены, есть шоу-бизнес, есть клиенты, кто живет рядом. А вот грубо говоря, я знаю, что для космонавтов готовят особую еду. Не было ли у вас такой идеи снабжать космических туристов, сейчас эта тема очень актуальна, в том числе своей пастой? Ну, пока до космоса я не добирался, вот, решил взять высоту чуть пониже, введу сейчас переговоры с компанией, крупной компанией, для того, чтобы кормить пассажиров во время длинных перелетов. О, это интересно. Ну, питание в самолетах – это, конечно, дело будущего, а пока мы решили устроить импровизированную кухню на колесах, прямо в крафтере. Пожалуй, это случилось впервые. Крафтер переоборудован в передвижную кухню, буквально ресторан на колесах. И мы сейчас попробуем здесь приготовить пасту, а затем дать спортсменам ее попробовать. Да, потому что паста – это длинный углевод, это необходимое питание для спортсменов. Да, первый раз готовлю действительно на колесах целый крафтер еды. Не пожадничаю. Ты знаешь второе название глютена? Нет. Клейковина. Клейковина. Скажи, пожалуйста, у скольких процентов населения Земли имеются проблемы с перевариванием клейковины? Ну, практически у 90. У одного. У одного процента из каждой соты человек имеет проблемы с перевариванием клейковины. А нам можно. Нам можно. Безумно вкусно. Важнейшая часть любого пищевого производства, а тем более ручного и нишевого – это сырье. Ингредиенты должны отбираться очень тщательно. Мы решили отблагодарить нашего героя за подробный рассказ о производстве и помочь ему с закупкой продуктов. Тем более, как выяснилось, необходимая для рецептуры мука привозится из одного из государств ближнего зарубежья и продается лишь в нескольких местах Москвы. Ну, а наш Volkswagen Crafter способен вместить в себя закупки не на одну неделю. Загружаем тележку, не заботясь о грузоподъемности. А подвеска автомобиля, надеемся, позволит довести в целости даже хрупкий груз. Ну, надеюсь, не укачаем их сейчас в пути. Сознательно ничем не буду их закреплять для того, чтобы показать, насколько подвеска Crafter справится с этой задачей. Если не секрет, вот того объема муки, который мы только что купили, его на сколько хватит? Ну, этого объема муки на сегодняшний день нам хватит на одну неделю. Ага. То есть, грубо говоря, сколько вы производите? Получается, в день где-то производим пока 50 килограммов, а производственная мощность позволяет выпускать где-то 300-400 килограммов в день. Сколько продукции должно храниться для того, чтобы удовлетворить сегодняшний спрос? Мы делаем с запасом на несколько дней вперед. Это где-то 2-3, а то и на 4 дня делаем запас. Вот. Поэтому, вот, в целом, получается в неделю где-то в районе 200 килограммов. Вот представим Volkswagen Crafter. Есть сотни, а то и тысячи инженеров, логистика выстроена, поставщики проверены годами, роботы, которые создают какие-то детали. Это позволяет отвечать за качество, да, и гарантировать, что клиент получит свой Crafter ровно к тому сроку, как ему пообещали сервисно в дилерском центре. Вот как у вас выстраивается система управления качеством? У нас также выстраивается от поставщиков. Мы конкретно завязаны на определенного поставщика сырья муки. Вот. Рецептуру мы не меняем, строго ей придерживаемся. Технологический цикл у нас четко отлажен, поэтому и качество продукции у нас на том уровне, с которого мы начинали, и будем его поддерживать в дальнейшем. Что ж, пора бы и нам попробовать продукт, над которым мы так долго трудились. Вот то, что от пасты можно поправить, это миф или реальность? Это миф. У меня есть предложение провести некоторый эксперимент, то есть сравнить пасту, которую приготовил сегодня я, томатную пасту, ручной работы, с магазинной пастой итальянского производства, и посмотреть, что с этим получится. Сделаем это? Хорошо. Так. Закладываем косичку в эту корзину, корзину устанавливаем в пастоварку и начинаем готовить. Наша, конечно, по цвету отличается, мне она уже нравится больше, потому что сделана моими руками. Так, запустился таймер, то есть в нашем распоряжении 2 минуты. За 2 минуты приготовится паста? Да. То есть получается, что приготовление пасты гораздо быстрее, чем приготовление бургера. Получается так. Еще один секрет, доставшийся нашему герою от итальянцев. Перед подачей необходимо разогреть тарелки, чтобы паста в них не остывала. Также добавляем соус, мясо и 2 столовых ложки предварительно натертого пармезана. Кстати, я уже доедал свою порцию, а магазинная паста еще так и не сварилась. Результат мне очень понравился, но что скажет настоящий итальянец? Я попробовал пасту Олега. Даже взял два разных вида пасты и к ним два разных соуса. Потому что в Италии нам всегда важно сочетание типа пасты с определенными соусами. Паста у Олега очень вкусная. Не такая, конечно, вкусная, как готовит моя мама, потому что тесто у Олега очень тонкое. На мой взгляд, мука у него отлично подходит для пасты. Но вот яйца, которые он добавляет в тесто, дают совершенно другую консистенцию. Более мягкую, чем у нас в Италии. Мы выяснили технологию производства свежей пасты. Теперь настало время поговорить о бизнес-модели и перспективах. Вот сама идея соединить кафе и производство. Так принято в Европе. Я много в каких странах это видел. И, собственно, в Америке, я думаю, и в Азии. Вообще, планируете ли вы масштабировать этот формат? Да, планов даже не было открыть кафе. Это был зал для дегустации, для рестораторов. Они видели, как изготавливается паста, как она приготовляется. И за этими столами они ее пробовали. И в какой момент вы поняли, что надо открывать двери, добро пожаловать? К нам стали заходить жители нашего жилого комплекса, поселка, интересоваться, спрашивать, а можно ли у вас попробовать готовое блюдо. И вот после таких пожеланий мы подумали и решили открыть кафе. Сделали небольшое незатейливое меню. А теперь есть такая задумка открывать такие точки в Москве, небольшие. Во-первых, это семейный бизнес. Для тех, кто хочет начать небольшой бизнес, малый бизнес, они могут арендовать буквально 30 квадратных метров, 4 столика, витрина. Мы им будем поставлять готовую продукцию. Задача этого маленького кафе в пастоварке приготовить пасту и через 3-4 минуты подать на стол. Вот, грубо говоря, сарафанное радио в вашем случае работает как? Вам звонят и говорят, мы были в гостях, поели ваши пасты и хотим с вами теперь дружить, сотрудничать или как? По-разному. Некоторые после этого становятся нашими постоянными клиентами. Передают друзьям, друзья друзьям. И вот каким-то образом через сарафанное радио теперь мы работаем с очень известными ресторанами. Ресторанный бизнес в наших двух странах очень отличается. В Италии традиционно у кафе и ресторанов целевой аудиторией являются соседи, друзья или родственники. Здесь же ты один среди многих других кафе в спальном районе или в центре мегаполиса. Рестораны открывают в основном те, у кого есть помещение. Поэтому разговоры о семейных ресторанчиках здесь, в Москве, мне кажутся еще чем-то преждевременным. Хотя работа с друзьями или небольшим коллективом в каком-то маленьком месте, не в центре большого города, но в каком-нибудь спальном районе, почему бы и нет? Вообще это отличный тренд на будущее. Невероятно, но факт. До 17 века макароны подавались как роскошный десерт, который могли себе позволить только очень богатые люди. Сейчас это одно из самых популярных блюд во всем мире, у которого даже есть свой праздник – 25 октября, Всемирный день пасты. И все это благодаря механизации. Появление этого механизма должно было полностью исключить ручной труд. Но управление им похоже на работу ювелира. Внимание к деталям, точность настройки. Я считаю, что это настоящая ручная работа. Ну что же, подведем итог секретов успешности дела Олега. Как мне кажется, самое главное – определить нишу, в которой можно развиваться. Ну, покушать мы все любим, а то и три раза в день, а то и больше. Найти свою специфическую, уникальную услугу, которую можно предложить рынку. В данном случае, ну, например, это безглютеновая паста. И, соответственно, изучить вопрос со всех сторон, получить новые знания, которые помогают развиваться в этой нише. Ну, и стимулировать развитие аудитории, соответственно, увеличение клиентской базы за счет сарафанного радио, если так можно выразиться. Попробовал сам – расскажи другому. Подумайте и вы, какое свое хобби или детскую мечту вы готовы превратить в успешный бизнес. До встречи! Когда программа была готова к эфиру, мы узнали, что одна из сетей магазинов здорового питания заключила с Олегом договор на поставку пасты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...